Добрый день, уважаемые коллеги! Вот в первой части сегодняшнего заседания очень много говорилось о проблемах реабилитации, о необходимости реабилитации онкологических больных. Я сегодня хотела бы коротко рассказать некую такую модель алгоритма реабилитации на примере женщин, страдающих раком молочной железы. Рак молочной железы это заболевание, которое по статистике самое распространенное среди всех патологий, которые встречаются у женщин во всем мире. Рак молочной железы тяжелые заболевания, но усовершенствованные методы лечения значительно продлили жизнь нашим пациенткам. В то же время само же лечение приводит к различным анатомофункциональным дефектам, осложнениям, которые в значительной степени ухудшают качество жизни, влияют на ухудшение социальной, трудовой, профессиональной деятельности этих женщин. Сам процесс лечения больных раком молочной железы, кроме того, сопровождается целым комплексом социально-психологических проблем, поэтому, как нам кажется, именно это и ведет к тому, что должно само лечение сопровождаться реабилитационными мероприятиями, которые должны обязательно включать психологическую помощь. Психологическая помощь на различных этапах реабилитации тоже различна. Она зависит от физического и психического состояния, а также от тех осложнений, которые возникают. Психологическая помощь включает комплексный подход и состоит из психологической диагностики, психологического консультирования, коррекции индивидуальной, групповой, а также психологической помощь семье. Методы психологической коррекции подбираются индивидуально для каждой пациентки после предварительной беседы и клиника психологической диагностики актуального психического состояния. Этапы реабилитации. Согласно документам о порядке организации медицинской реабилитации от 2012 года, она осуществляется в три этапа. Первый этап применительно к больным раком молочной железы. Он осуществляется в раннем послеоперационном периоде и если проводится лучевая или химиотерапия, то тогда она начинается с первых суток начала лечения. Второй этап. Он осуществляется в стационарных условиях, либо сразу после операции при ранних осложнениях послеоперационных, либо в отделении реабилитации медицинских организаций, если развиваются поздние осложнения. Третий этап осуществляется в обмулаторно-поликлинических условиях, кроме того же в санаторно-курортных учреждениях. Но в настоящее время в международную практику введено понятие при реабилитации, то есть это процесс непрерывного оказания помощи в интервале между моментом диагностики онкологического заболевания и, собственно, началом лечения. И вот этот этап с точки зрения психологического подхода и профилактики дальнейших психологических и психических осложнений, наверное, один из самых важных. Итак, этап реабилитации. Момент постановки диагноза, естественно, первоначальный шок, который постепенно переходит в страхи, тревогу и депрессию. Или по терминологии селье психологический дестресс, что, естественно, снижает надежду на выздоровление и, собственно, влияет и на дальнейший эффект лечения. Индивидуальные различия в тяжести психологического дестресса в основном связаны с возрастом, уровнем образования, личностными ассоциациями болезнью, наличием знания раки молочной железы и его лечения, скопинг-стратегиями, которые реализует больная для преодоления психологической травмы, а также социальным положением и поддержкой. На данном этапе для снижения эмоциональных расстройств, соблюдения режима противоопухолевого лечения, эффективный метод когнитивной терапии и групповой психотерапии. И здесь вот немножко хотел бы сказать о психовой психотерапии. Здесь на самом деле на этом этапе даже не сама психотерапия, а больше задачи вот этой групповой, так скажем, работы группы заключается в информировании больной о том, какое лечение ее ожидает впереди и как она может, так скажем, вместе с врачом соответственно влиять на эффективность этого лечения. И в такую группу обычно приглашаются женщины, которые уже прошли лечение. Вот у меня есть женщины, которых там лет 10-15 назад прошли это лечение. И вот они как некая модель будущего женщины, которая и сама рассказывает, информирует больных о том, что и после этого болезни можно жить и качественно жить. Многие женщины сохранили трудоспособность. Есть женщина, которая, заболев очень раннем возрасте, спустя некоторое время родила ребенка. Это модель, которая психологически оказывает очень положительное влияние на женщину, которая только-только столкнулась с этим заболеванием. Кроме того, очень важно семейное консультирование, которое включает работу с родственниками больной. Оно направлено на изучение проблем членов семьи, оказание ему психологической поддержки и тоже информирование о том, что ждет и семью, в том числе в ближайшее время, связанное с лечением. Первый этап. Первый этап, как я уже сказала, начинается после операции. Наши собственные исследования показали, что степень выраженности психологического дестресса у больных зависит от объема проведенной операции. Мы использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии для оценки уровня тревоги и депрессии в послеоперационном периоде. И эта шкала показала, что где-то через 5-7 дней после проведенной операции уровень тревоги у всех больных, которые перенесли радикальную мастоктомию и радикальную органосохранную операцию, повышен. В то же время только у половины, 53% больных уровень тревоги повышен после реконструктивно-пластической операции. Депрессивное состояние было выявлено у 80% больных всех групп, но самые высокие показатели депрессии оказались в группе больных, которым была выполнена радикальная мастоктомия. На этом этапе очень эффективными оказались методы коррекции с использованием арт-терапии, позитивной визуализации в состоянии релаксации и символ драмы. Арт-терапия практически не имеет ограничений и может использоваться с любыми пациентами, причем очень часто арт-терапии используются с пациентами, которые неохотно идут на контакт или контакт, когда носят такой формальный характер. И вот в процессе арт-терапии человек, в общем, все те чувства, которые, может быть, не хочет демонстрировать окружающим, эти чувства как раз таки очень хорошо прорабатываются. Позитивная визуализация в состоянии релаксации с использованием специальной музыки, с использованием звуков природы или музыки для медитации используется тоже практически не имеет ограничений. Тем не менее, у больных, которые имеют какие-то органические повреждения головного мозга, в том числе метастазов головного мозга, это не рекомендуется. А также при некоторых расстройствах личности. Ну, в частности, истерическое расстройство личности является противопоказанием для этой методики. И символ драмы. Ну, этот метод тоже уникален и очень положительное влияние оказывает. Здесь задача психолога найти те образы, которые, собственно, максимально удобно подходят для конкретной женщины, для того, чтобы проработать проблемы. И эти методики очень хорошо, когда предстоит долгое лечение, потому что эти методики дают очень хороший такой ресурс, энергетический ресурс для дальнейшего лечения. Второй этап реабилитации, как я уже сказала, это при ранних послеоперационных осложнениях или поздних осложнениях. Вот наши, опять же, исследования показали, что через год после операции средние значения уровня тревоги остаются практически на верхней границе нормы. Но при этом у больных после радикальной мастектомии, органно-сохранных операций, они все-таки снижаются по отношению к тому, какими были сразу после операции. После реконструктивно-пластических, прошу прощения. Но при этом у больных после органно-сохранных операций уровень тревоги повышается. И часто это связано с тем, по словам больных, что они начинают думать о том, что может развиться рецидив в оставшейся молочной железе. И здесь очень хорошим таким позитивным фактором является беседа врача-онколога по поводу того, по поводу этих опасений, которые возникают у женщины. Уровень депрессии снижается у больных, но при этом отмечается тенденция увеличения показателя депрессии у больных после реконструктивно-пластических операций. Несколько парадоксальная ситуация, потому что по, опять же, нашим исследованиям, качество жизни в этой группе самое высокое. Тем не менее, факт остается фактом, и уровень депрессии очень часто связан с тем, что возникают, знаете, как вот такие поздние отсроченные реакции, когда сначала вроде ощущение, что прежний вид сохранился, а потом спустя какое-то время не соответствуют те ожидания, которые были у женщины изначально настроенных на реконструктивно-пластические операции, тому, что, собственно, как бы уже через год они получили. На этом этапе тоже рекомендуется примерно те же методы арт-терапии, символ драмы и групповая психотерапия. Вот если вначале, например, на этапе при реабилитации групповая психотерапия имела преимущественно такой информационный характер, то вот на этом этапе групповая психотерапия больше, знаете, нужна для того, чтобы сплотить такую группу, и когда уже группа сплоченная, они уже самостоятельно начинают оказывать друг другу такую психологическую поддержку, обучают навыкам саморегуляции для того, чтобы справиться со стрессом. Третий этап. Здесь, на этом этапе, психологическая помощь ведется в таких двух направлениях. С одной стороны, используются методы рациональной психотерапии и мероприятия, направленные на восстановление физической активности, в том числе и трудовой активности, а с другой стороны, психологическая помощь направлена на работу с семьей. Семейное консультирование, психотерапия и с использованием символ драмы, психодрамы, гештальтерапия. Ну, здесь уже, знаете, каждого психолога есть свои какие-то методы, которые наиболее удобны, как ему кажется, для работы. Психокоррекционная работа включает и поведенческая психотерапия, обучение, релаксация, глубокому медленному диафрагмальному дыханию для того, чтобы, опять же, справляться со стрессом. В третий этап, кроме того, я уже сказала, включается санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное лечение оказывает очень благоприятное воздействие на психическое состояние больных раком молочной железы. Под воздействием природных лечебных факторов и курортного распорядка происходит не только улучшение общего физического состояния, но и психологическая адаптация больных. Сохранение привычного образа жизни с возможностью проведения там своего досуга, отдыха, расширения круга общения отвлекает внимание больной от соматических ощущений, что положительно влияет и на психическое состояние. И, соответственно, способствует выходу с тяжелой стрессовой ситуацией, которая связана с заболеванием и последствиями радикального лечения. Спасибо за внимание.